ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И тогда в следующем видеоролике мы разыграем среди пяти победителей новогодние коробки в танках. Так что, вуаляй, приятного просмотра! Я играл на стриме на этом танке для того, чтобы проверить не на отдельной выборке видеоролики, там где я просто несколько боев играю, а вот полноценный стрим провести. И у меня получилось так, что я на этом танке настрелял, сейчас я вам показываю, 3909 урона за 10 боев. Танк восьмого уровня, который накидывает 4 косаря среднего урона, и при том большинство боев я играл как раз-таки на основных бронебойных снарядах. Естественно, голду я использовал только лишь тогда, когда играл либо против машин каких-нибудь десятого уровня, либо против всяких девяточек. Но так или иначе, это очень жесткий результат, да даже на голде это все равно жесткий был бы результат. Поэтому я хотел бы сегодня вам показать, насколько же жесткий этот джессор, и насколько он люто может тащить некоторые катки и просто их из нулища вытягивать. Поэтому, ребята, давайте смотреть. Играю я в бою на карте Тихий берег. Это стандартный бой, играю я здесь в середине списка, естественно, не буду я же вам показывать тупо бой, где я там всех нагибаю. В скобочках, на самом деле, бой очень приятный с точки зрения того, что всего лишь три танка девятого уровня. Пачка танков, естественно, у нас тут есть восьмого уровня, их шесть штук, и, соответственно, шесть штук машин седьмого уровня. Он такой сбалансированный максимально сетапчик. Три, шесть, шесть. Приятно, да, не может не радовать. Смотрите, по сетапу изначально видно, что большое количество тяжелых танков есть у врагов. ИС, ИС, КВшка, Тигр П, Т-29, ИС-3. Двести пятьдесят седьмой и так далее. Вот, я изначально еду в ту позицию, где я смогу раздать жестко свой барабан. Тысяча двести восемьдесят урона за барабаном. То есть я на подъезде могу условно взять и просто спилить какую-нибудь машину. Заряжаю сразу же голдишку для того, чтобы откидывать двести пятьдесят седьмого без проблем. Здесь подъезжаем. И меня, кстати говоря, враги вообще даже не светили. До того, как я подъехал. Потому что максимальная скорость шестьдесят километров в час вы можете забирать. Особенно, если вы разгоняетесь откуда-то. Набирать максимальную скорость вообще легко непринужденно. Дальше я ухожу на перезарядку. Думаю, блин, походу пора уезжать. Думаю, что это двести пятьдесят седьмой все же на меня забил. Но нет! Это двести пятьдесят седьмой. Он просто берет и упарывается на моего Джессора. И вы просто посмотрите, что он делает. Он в тупую на меня летит. Просто в тупую. Скинпэд стреливает форш. Двести пятьдесят седьмой. Дает мне прям под жопу. И мой союзный Т-30 под ником Лук Герой. Он вообще ничего не делает и ни в кого не стреляет. По итогу двести пятьдесят седьмой меня зарашил. Да, я раздал три снаряда в своем барабане. И у меня жестко подгорела жопка. Потому что чувак в тупую просто взял, поехал. И его никто не убил. В него даже не отстрелялись. То есть единственный, кто в него дал шот, это был я. И только вот потом, по итогу, в него откинули. Уже настрелял 1400 урона. Но у меня нет абсолютно хп. Хочу я уничтожить ТС-257. Но в голове моей есть осознание того, что если я попытаюсь с него пострелять, то скорее всего я, возможно, просру тайминги. И не уеду с этой позиции. Главное вообще, в принципе, характеристика Джессора. Помните, когда выходил Гриб-15 или Скорпион-Джи? Эти машины обладали жесткой подвижностью и были своеобразными антисредними танками. То есть ты быстрее, чем СТ-шка, приезжаешь на позицию, выдаешь преждевременно выстрел, пугаешь СТ-шку, она отжимается от позиции, и ты, соответственно, начинаешь раскидывать вражеские, ну, тяжелые или средние танки, которые отжались от позиции, благодаря тому, что твои союзники как раз-таки их забрали. А ты был своеобразным камнем преткновения, который вот блокирует возможности агрессивной разыгровки. Вот Джессор — это вот next level play. Это когда у тебя есть не просто быстрая машина, которая может приехать дать выстрел, а она может приехать и раздать барабан в 1300 урона. То есть если чувак ошибся, и он вот на подъезде только-только вот едет, то по итогу ты просто можешь взять и его убить. То есть ты на подъезде можешь убить танк. Просто вот в ноль смести. Другой вопрос — как играть против этого Джессора? Но об этом я расскажу уже в следующем видеоролике, как против него играть. Но вот пока что выглядит это так, что если ты пытаешься пропушить какое-то направление, тебе жопа. Вот, ну тебе вот просто жопа, потому что в любом направлении может стоять этот Джессор, и он может просто вот пока ты едешь по этому направлению, ты думаешь, что оно зачищено, но нет, оно не зачищено, и ты просто берешь и умираешь от этого Джессора. Вот как-то так. Сейчас я ломаю здесь деревья и стараюсь законтролить своих союзников, их постараюсь каким-то образом вообще в принципе разменять. Закидываю выстрел в 257-го. Приоритет моей цели заключается в том, чтобы не дать вражеской команде убить мою команду бесплатно, то есть я обязан разменять своих союзников. Жесткость этого Джессора еще заключается и в том, что у него просто нереально жесткий крит по модулям. Вот сейчас вы видели, как я взорвал боекладку Т-29. У этого танка, я не знаю почему, но очень жесткий крит по модулям. Очень жесткий. То есть вы каждым почти выстрелом, если попадаете в нужную зону, вы будете критовать боекладку, механика водителя, командира, топливный бак и так далее. Этот танк очень жестко поджигает, взрывает боевых латки и всячески критует вражеские танки. Потому что калибр здесь 105 мм, такой же, между прочим, который у нас стоит на всяких СТшках с пушками ЛЛ-7, типа Центуриона, типа Паттона, типа вот всяких разных других танков с Альфой 390. Здесь у нас точно такой же калибр, только Альфа 320 единиц. Но при этом у вас есть барабан, то есть чуваки не будут успевать чиниться. 2 секунды между шотами это много. Сейчас я уезжаю с позиции, после того, как откинул свой барабан, и вы заметите, я уже не первый раз уезжаю с критической точки. То есть изначально я уехал от 257, после этого я взял и начинаю убегать сразу же после того, как взорвал бы укладку Т29 от Фаша. И зацените сейчас ситуацию. Я вижу, что в спине, вот сейчас это на самом деле вот прям апогей, будет скилла и того, что как бы, ну реально вот за это можно поставить лайк. Зацените, мужики. Короче, ситуация разворачивается таким образом, что Фош, он меня убивает с одного выстрела. Он убивает с трех выстрелов Т25-2, и соответственно дальше разворачивается и убивает меня. Например. Но у него в спине есть союзники, которые по идее должны прикрывать. ИС-3, ВЗ-шка, 121 ФТ и Тигр-П. Я такой думаю. Ну, они едут долго, у меня танк быстрый. В принципе. У меня башня поворачивается на 360 градусов. Что я могу сделать? Я могу попробовать зарядить барабан, раздать этот барабан Фоша, и если повезет, и мой союзник как бы не тупой, и Фош на меня развернется, мой союзник как бы его может пробить, добить, и все будет чики-пуки. Что по итогу происходит? Давайте смотреть. Я еду, на этого пацана, на Фаше, заряжаю свой барабан, в спине никого нету, начинаю разряжать полностью весь свой барабан. Ставлю на каток этого Фаша, спокойно выдаю ему куловый барабан, но проблема заключается в том, что у меня не проходит Альфа. То есть Т25-2 должен его два раза пробить, для того, чтобы он его убил. У меня тупо не прошла Альфа. А так нужно было бы дать один шот. Т25-2, вроде бы умным не кажется, но он его не пробивает. И я понимаю, если я поеду вперед, меня убивает Фош. Если я поеду назад, у меня в спине как бы ИС-3, даже если он как бы, да, по мне даст выстрел, то скорее всего у него не пройдет Альфа, но если пройдет Альфа, то как бы я сдох. Мне сейчас нужно каким-то образом выжить от ИС-3, и чтобы убили Фаша. И зацените вот эту вот ситуацию еще раз, чтобы вы понимали. Разряжаю я барабан Фаша, значит. Ставлю на каток, раз поставил на каток, второй раз ставлю его на каток, и Т25 не пробивает. Сзади ИС-3, спереди Фош. Мне нужно сделать так, чтобы Т25-2 пробил его два раза. Он его первый раз пробивает, и я сейчас такой думаю, Господи, пробей его, пожалуйста, еще один раз, чтобы я уехал. Я специально жду от Мансова, от Фаша, и думаю, вот я считал тайминг у себя в голове, сколько перезарядка Т25-2. Он его по итогу добивает, я принимаю выстрел от Тигра П, и убегаю. В этом всем хаосе, я даже не заметил, как у меня осталось два снаряда, и я заряжаю барабан из двух снарядов. Чтобы вы понимали, сейчас ситуация происходит таким образом, что у меня в спине 686 хп ВЗ-шка. Я ее не убиваю с двух снарядов. И спереди у меня есть ИС-3, которого я могу теоретически убить с двух снарядов, потому что у него 641 хп. Если у меня пройдет альфа на плюс 1 хп, то тогда я убиваю этого ИС-3. Но очевидно, как бы на ИС-3 этого выехать нормально нельзя, поэтому я ставлю на каток ВЗ-шку, делаю байт, что у меня типа якобы есть снаряды, даю еще один выстрел, и она сцит, она сцит. И приезжает моя фуловая Т-54-ка, которая должна справиться, и я такой фух, выдыхаю, слава богу. Но есть еще артиллерия, ГВ Пантера. А еще приехал с другой стороны с у 100 М1, и мне нужно как-то здесь выживать, потому что в любой момент времени, учитывая то, что у меня АФКшная Т-29, которая тупо стоит, ничего не делает, на меня может ворваться либо ИС-3, либо Тигр Пэй, просто уничтожен. Кстати говоря, у Джессора есть какая-никакая броня, периодически могут вылетать непробитие или рикошеты, вот как с КВ-3. Я такой думаю, не, ну я почти заряжен, нужно выезжать на СУ-100М1, которого я должен по идее убивать. Еду я с СУ-100М1, а он стоит и меня контролит, и у врагов есть арта, и у 274А мой союзный едет, мне везет, артиллерия меня не забирает, я сдаю назад, этот чувак на ренегате уже, мой союзный вроде бы подкатывается, и на меня рашит ИС-3, и я такой, ПАСЮ, убегаем, короче, вы поняли. Вот, я стараюсь уехать, 274-й, по идее, вот-вот уже должен ГВ-Пантеру убить, а где-то еще ИС-ак, я такой думаю, ну ладно, была не была, рискуем, допустим, ИС уехал на базу, мне нужно ворваться, просто раздать барабан в этого вонючего Тигра-П, но ИС оказывается здесь, добираем мы быстро ИС-а, закидываем еще один выстрел в Тигра-П, и это уже 5000 с половиной урона, я выживаю снова на карте, Тихий берег с этого респа, это просто, вот знаете, есть несколько карт, где ты постоянно делаешь всегда одни и те же действия, и каким-то образом вытаскиваешь просто из жопы, из помойки, это карта Перевал, я думаю, вы все помните, и эта карта, соответственно, вот у нас Тихий берег, я вот всегда уверен, вот если я играю на любом танке, на этих картах, всегда у меня, возможно, получится какой-нибудь крутой бой, по итогу, я в этом бою дал 6 косарей урона, по итогу, я в этом бою взял рекорд свой, 1600 чистого опыта, медальку мастера, и бой получился просто отвязный, и который раскрывает абсолютно все плюсы данного танка, бой, благодаря которому ты как бы накидываешь колоссальнейшее количество урона, бой, благодаря которому ты как бы видишь, что G-SOR, он может даже уезжать с критических, жестких, жарких точек, как на меня врывается, 257-й, я все равно успеваю убегать, на меня едет форш, я успеваю убегать, я вот, у меня не прошло альфа, но я все равно успеваю убегать, когда у меня 2 танка в спине, я успеваю перезаряжаться, даже со своей перезарядкой в 40 секунд, и все равно убивать танк, короче говоря, машина просто отвязная, попробую следующий видеоролик, как раз таки, сделать в таком ключе, чтобы показать вам, каким образом вообще в принципе играть против этого танка, потому что он может убить с одного барабана, если вы играете там на СТшке, на ПТшке какой-нибудь, и реально против него играть мега сложно, то есть вы приезжаете, кто там первый выстрелил среди G-SOR, он победил, если вас там подловили на каток, то вы скорее всего сдохли, реально нужно учиться играть против этого танка, потому что их будет много в рандоме, и это нужно понимать, ну вот как-то так, так что не забывайте, ребят, подписываться на канал, ставьте лайки, если вам понравился данный видеоролик, и естественно пишите свои ники в комментариях, для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, с вами был я, Нерчубат Нерюскевич, капитан World of Tanks, и всем хорошего дня, до дэма. Субтитры сделал DimaTorzok